Всем привет, меня зовут Юлия, вы на канале Буки в руки, на канале с моим субъективным мнением о книгах. Не обращайте внимания на голос, потому что я немножко подпростыла в очередной раз. Не могу понять, что там и происходит, но тем не менее это не мешает мне снять для вас видео с покупками. Ну, для вас и немножко, а для меня, потому что мне уже хочется тоже всё распечатать и, может быть, начать читать что-то сейчас. Хотя я помню про свои весенние планы, но я говорила о том, что какие-то новинки я в любом случае буду включать. И вот одна из первых книг, это как раз такая новинка, про которую я, снимая книжные планы на весну, уже понимала, что вот только она ко мне придёт, и я всё брошу и начну читать. Это заказ, есть Бек-24. Сейчас будет применена неимоверная вещь для распаковки. Нет, надеюсь, что мне их хватит. Да, можешь ты мой. Да, можешь ты мой. Ну, прям задачка не из простых. О, есть. И это, кстати, он потолще будет. Это второй том трилогии «Караваль» от Стефани Гарбер «Эта легенда». И, насколько я понимаю, здесь речь будет идти уже о Донателле, второй сестре. Если в первой мы следили за тем, как в «Каравале» участвует Скарлетт, старшая, то, видимо, по всей видимости, в этой книге мы будем смотреть за тем, как участвует также в «Каравале», но уже младшая сестра. Участвовать ей придётся в любом случае, потому что пока Скарлетт, видимо, сразралась и передаливала свои препятствия, так получилось, что Донателла заключила соглашение с неким таинственным человеком, который требует от неё узнать настоящее имя легенда. Узнать это она сможет только выиграв в «Каравале». Но сможет ли она рассказать имя этому своему таинственному товарищу, если, скорее всего, после этого прервётся жизнь и легенда, и прекратится «Караваль». В общем, даже уже по аннотации я понимаю, что здесь опять будут играть с читателем, здесь снова будут невообразимые повороты сюжетов, и с удовольствием сюда нырну. Прям, наверное, даже очень скоро. Сейчас дочитываю, кстати, тот тоненький роман, который я вам показывала «Танец марионеток», и ощущение у меня от него так себе. Расскажу прочитанным. Мне там осталось буквально страничек 40, поэтому как только закрываю его, сразу берусь вот за это. Очень приятно, что он потолще. Так, тут, значит, скидки всякие. Оформление, как и в прошлом издании, чудесное. Ну, в общем, всё, как было в первой книге. Выглядит потрясающе. Я надеюсь, что сюжет будет такой же впечатляющий, как и обложка. Следующее, что мне хотелось бы вам показать, это вещь, которую я тоже говорила о том, что я в любом случае буду её приобретать. Это второй, даже не знаю, как это назвать, графический роман. Ну, наверное, да, графический роман по ведьмаку, по рассказу ведьмака. Я писала, я в ОСТ спрашивала, будут ли ещё издаваться другие рассказы с таким же оформлением. Мне сказали, что вроде как нет. Но то, что уже сделано, это, конечно, я даже не знаю, как это назвать-то. Ужас какой. В общем, меньшее зло. Если я всё правильно понимаю, то это тот рассказ, которым ведьмак приобретает своё прозвище. Прозвище. Боже, ребята, какая прелесть. И здесь у нас ритейлинг сказки о семи гномах и белоснежке. Ну, это если я правильно понимаю, потому что могу и ошибаться. Хотя, скорее всего, нет. Ну, издание великолепное, пахнет, кстати, очень краской хиппографской. В конце вот такие зарисовки. Чудесные, конечно, просто чудесные. Всем рекомендую, если вы знакомы с ведьмаком, если вы не знакомы с ведьмаком, начать знакомство вот с таких вот прекрасных изданий. Почему нет? Покупать книги, сборники рассказов, которые продаются сейчас, я точно не буду, потому что мне не нравится, как они оформлены. А вот это, ну, пусть я буду знать только два рассказа из мира ведьмака. Ну, а что значит, такова судьба. Знакомство со следующей книгой, вернее, со следующим автором, я планировала немножко позже. Ну, и, наверное, не с этой книги, потому что она открывает его творчество. Она явно не такая сильная, как самые известные его книги. Да и обложка мне не очень нравилась. Но после того, как многие блогеры рассказали о ней в своих отзывах и в покупках, и в прочитанном, сказали, что это тот же Брэндон Сандерсон, ну, да, немножко там не такой мэтр, как уже в последующих книгах, но, тем не менее, тоже Брэндон Сандерсон с изумительными историями, с изумительным языком я решила, что нужно брать. Тем более, эта книга, насколько я понимаю, открывает его творчество и как бы с чего еще начинается знакомство с автором, как не с первой его книги. О чем же здесь он рассказывает? Целандрис — это город, в котором жили люди одаренные. То есть, насколько я понимаю, в королевстве любой человек мог стать полубогом практически, потому что на него снисходил какой-то шаот, то есть какой-то, не знаю, субстанция какая-то, просто какое-то просвещение, и наделял его определенным даром. Но несколько лет назад случилось так, что шаот стал недаром и проклятием, и эти люди, вместо того, чтобы получать какой-то дар, становятся проклятыми, прокаженными. И, насколько я помню, в одном из отзывов рассказывали о том, что эти люди даже умереть не могут. То есть, они, по сути, становятся бессмертными, умереть они не могут, но они чувствуют все то, что с ними происходило. То есть, все болезни, которые они пережили, когда, будучи бессмертными, все там переломы, то, что они раньше не замечали, внезапно становится ощутимым и сделают ни с этим, чего не могут, потому что они даже убить себя не могут, ни бессмертные. Согласитесь, аннотация завораживающая, такая прямо манкая очень. Поэтому, думаю, что знакомиться буду тоже в ближайшее время, хотя тут, конечно, объемчик-то немаленький. Кинфорзовцы изумительного цвета, просто вот это вот, это любимый мой цвет. Причем, у вас он такой немножко голубоватый, а здесь он насыщенно зеленый. Так, сколько же здесь страниц, смотрим? 635 страниц. Ну, карт нет, насколько я могу видеть. Да, карт нет, но главы вот так вот интересно оформлены. Тонкая бумага, как бы книга от азбуки. Думаю, что крышок должен быть плотным. Посмотрим, познакомимся. Пойдет ли мне вообще Сандерсон? Буду ли я дальше продолжать с ним знакомство? И как вообще отнесусь к такому интересному городу, как Иландрис? Так, следующая книга. Это, знаете, что-то из серии «Ана Перекор». Потому что после того, как я прочитала несколько книг с классикой, с классическими произведениями, и очень возмущалась по этому поводу, наши девочки в нашем читательском клубе объяснили мне, что, ну, возможно, я там не так воспринимаю это все, возможно, нужно немножко глубже копнуть. И я решила, что да, после того, как мы с ними обсудили «Мадам Бавари», которая не сходит, наверное, с моего языка с января, я прочитала некоторые другие произведения. Мне они не то чтобы прям понравились, но я поняла, что классика заставляет думать, заставляет анализировать какие-то моменты и в своей жизни, и в жизни героев. И поэтому, наверное, она ценна. Но так как мне захотелось чего-то, пусть классического, но легкого, тем более была прекрасная распродажа в этой городе, я взяла себе Джейн Остин. Давно ходила, облизывалась на этот томик. Здесь у нас наверняка больше тысячи страниц. Так, 1052 страницы. Сюда входят несколько романов, не только «Доо ды Рассудка», это и «Доо ды Рассудка», и «Мэнфилд Парк», и, по-моему, еще «Нартенгерское аббатство». А также много ранних и незавершенных произведений. В том числе и пьесы, насколько я могла увидеть. Любопытно познакомиться с творчеством, потому что у Джейна Остин я считала только, естественно, Джейн Эйр, господи. «Городости предупреждения» смотрела несколько раз фильм. Тот фильм, который был снят раньше, ранее. А там еще такой Колин Фёрд снимался. «Вот это просто моя любовь». Выход его из озера или из реки, по-моему, из озера в одной рубашке. Это было просто шикарно. До сих пор у меня эти детские впечатления остались в памяти. И вот именно тот фильм я считаю канонически правильным и идеальным. С текстом, конечно, тоже знакомо, но вот там это было прямо удивительное сочетание того, что ты себе в голове представляла, то, что тебе показали. Поэтому, знаешь, что по нескольким романам Джейн Остин тоже сняты книги, может быть, я их потом посмотрю, но пока считаю себя обладателем просто какого-то невероятного сокровища, потому что, ну, согласитесь, во-первых, обложка какая, а во-вторых, как бы Джейн Остин, это все-таки у нас не какая-нибудь там писака. Предвкушаю знакомство. И надеюсь, что вот Остин мне пойдет больше, чем Флабер. Так. Ну, следующая книга куплена мной вполне предсказуема, потому что это продолжение цикла. Вернее, это последняя книга из цикла, которой у меня не было. Которая мне, безусловно, уже нравится, потому что в январе я прочла первые две. Вернее декабре я прошла первую клинок убийцы. В общем, я сейчас вам рассказываю о цикле оселения Сардатины. Его еще называют цикл Стеклянный Трон. И это книга Империя Бурли. Посмотрите, какое совпадение. Да, у меня что-то там какие-то такие розовые, не розовые, зелено-голубые цвета, что вот здесь очень красивый цвет. Книжечка, конечно, толстенькая. Это, опять же, азбука. 700 страниц. И здесь у нас, естественно, рассказывается продолжение истории оселения Сардатин. Буду знакомиться. Запланировала этот цикл на весну, по крайней мере, часть из него, большую часть из него. Надеюсь, что будет меня и дальше радовать. Так, со следующей книгой тоже связана такая небольшая история, потому что я планировала докупать книги циклов этого автора, но как-то не особо не торопилась. После того, как Джоберт Кромми, Стивен Кинг, Ребекка Куанг, еще несколько авторов объявили о том, что они не будут продавать права на свои книги в Россию из-за всем известных обстоятельств, и о том, что они будут разговаривать со своими агентами по поводу того, что нельзя ли отозвать права на те книги, которые уже у нас изданы. Я решила, что надо хотя бы закрыть вторую трилогию, потому что там еще после первой трилогии у Джо Апер Кромми были одиночные книги. Возможно, я их себе тоже куплю, если подвернется случай. Но, по крайней мере, вторую книгу из второй трилогии точно надо приобретать, потому что у меня оставалась опять первая, вторая. На Саби Кромми всегда такая фигня. У меня первая куплена, первая, вторая, третья. Третья куплена, а серединки нет. У меня так было, что с первым законом первой трилогии, что вот с эпохой... Ладно, в общем, напишу здесь, как на самом деле называется трилогия. Вот вторая книга. Купила тоже на распродаже. И вы посмотрите, какой тут форзац. Но, блин, это, кстати, не азбука, а это уже фан-зон. И, насколько я понимаю, здесь у нас рассказывается о том же мире, что был в первом законе. Рассказывается о том, кто стал с ним через какое-то время. То есть мы уже узнаем не о главных героях первого закона, а о их детях. И вот главный, наверное, персонаж, который меня интересует именно в этой книге, это дочь Глокты. Давайте начнем с того, что как вообще у нее появилась дочь. Потому что я из первой трилогии прочитала только первую книгу. Была я совершенно покорена, но я понимаю, что... как бы откуда? Ну вот, все узнаем. И на самом деле про эту трилогию тоже говорят, что она очень сильная, очень классная, очень качественная. Поэтому предлагаю большие надежды на то, что мне понравится, несмотря на такое странное отношение автора к событиям в происходящем мире. Следующую книгу я купила достаточно давно, но не показывала ее, потому что к последним книжным покупкам она нам добрести не успела. А вот сейчас как раз уже бы и показать можно. Это, конечно, Бром и Косинок. Пройти мимо новинки от Брома не было никакой возможности, потому что я обожаю этого автора. И что она здесь рассказывается? Рассказывается про Америку, по-моему, 17-го или 18-го, 17-го века, Коннектикут. И рассказывается про героиню, которую ее семья продала по контракту в Америку. Ну, то есть была реально такая практика, что, например, в Великобритании, как, насколько я помню, здесь у нас случилось, люди могли продать своих дочерей, если они... Ну, их осматривал врач, естественно, если они не действенные, если они не болеют ничем. Если не за это полагалось, полагалось приличное выплата, а девушку отправляли вообще наугад какому-то неизвестному жениху. Чудесная практика, мне кажется. Но сказать нашей героине не так, чтобы совсем не повезло. Как бы муж, насколько я понимаю, у нее был вполне адекватный, а вот та атмосфера, в которую она попала, то сообщество, то есть это были очень набожные люди, жили они где-то там вообще в лесах, вот у них там очень строго, то есть вплоть до того, что там нельзя было женщинам в принципе свое мнение высказывать и наша главная героиня, у которой, я так понимаю, очень такой яркий, очень живой характер, ей там приходилось очень легко. В этот же момент вот там рядом с этой деревней, с этим поселением просыпается древняя, зло. И насколько я знаю, они начнут дружить. Абсолютно доверяю Брому, знаю, что это будет легкая и очень динамичная история. Сейчас я вам покажу хотя бы какую-нибудь иллюстрацию Брому, сколько он все свои книги иллюстрирует. Да, ну, все то же самое. Что я на заднике. Я не знаю, мне в принципе можно было даже не читать аннотацию, потому что я когда вижу, что Джеральд Бром, автор, я готова просто брать и все. О чем тут вообще думать? Дальше книги с любопытной судьбой. Я когда увидела, что выпускается последняя книга из трилогии, из тетралогии, вот сейчас название тетралогии не скажу, потому что не смотрела, а первая книга называется тетралог в пепле. И, наконец-то, я так поняла, что долго ее ждали, наконец ее выпускают. Но так как выпускают сейчас, до этого они выпускались очень давно, очень просили фанаты, там горошек бегает, да, вырвалось все-таки, фанаты очень просили доп. тираж первых частей, вроде как доп. тираж у нас будет, но, естественно, уже с теми ценами, которые у нас актуальны на данный момент. Поэтому я решила поискать в Закромах. Третью книгу я купила на Авито за 300 рублей там вместе с доставкой. Очень рада такому своему приобретению бюджетному. Единственная разница, что, по-моему, по-моему, кстати, вот здесь вот нету, а у второй книги, которую я тоже купила, там вот такие вот уголки здесь цветные. По-моему, у переиздания уже этих уголков нет. В общем, эта третья книга в торгу я тоже купила, причем купила в Челябинске заочно. Подруга моя сходила, ее забрала, и так как я собираюсь в апреле туда ехать, я думаю, что я заберу. Эту я купила за 300 рублей. Да, по-моему, все-таки 300. А ту за 450. Мне остались только последние и первые. Ну, в любом случае, сэкономила семейный бюджет, как смогла. Если бы на Авито продавались и первые книги, вот причем там два было издания, это вот второе издание, до этого еще выходило в первом издании, такое вот, совсем оно было некрасивое. Если бы я могла на Авито купить первые издания, я бы тоже купила вообще практически не глядя. Ну, и следующая трилогия. Это трилогия, с которой я давно хотела познакомиться, но как-то вот все не складывалось. Ну, тут получается так, что я продаю свою книгу «Королеса плоти огня». Вы знаете, как она меня... как меня от нее бомбило, скажем так. И практически эту же сумму покупаю трилогию. Причем покупаю ее в нашем городе, мне даже доставку не пришлось платить. Это одна из книг, которые читаются классикой в рассказах о Фейре. Это Холли Блэк и ее трилогия «Воздушный народ». Все три книги. Причем в идеальном состоянии, я не знаю, как мне так вообще повезло. Безумная рада. Насколько я знаю, я прочитала только аннотацию первой книги, следующую читать и стала, чтобы себе ничего не проспойлерить. Здесь у нас рассказывается про девочку, которую забрали к себе Фейри вместе с сестрами, когда ей было 7 лет и вот 10 лет прошло уже. Она пытается там как-то выжить, понимает, что ей придут играть в политические и возможные игры, при том, что ее там никто особо всерьез не воспринимает, потому что она человек, а не Фейри. И она понимает, что Фейри, она на них очень хочет быть похожа, но они ее очень не раздражают, она их ненавидит. И больше всего этих эмоций она испытывает к принцу Кардану. А вот и на определенный момент наши принцы начинают борьбу друг с другом за власть. И Джуд понимает, что вот это ее шанс спасти себя, спасти сестер и подняться на недосягаемый уровень в Дусели. С теми субь я вам ждут встречи. Тоже думаю, что буду почитать в ближайшее время. Не откладываю в долгий ящик. Что ж, вот такие были мне покупки. Я, честно говоря, очень рада, что у меня здесь есть и покупки по акциям, и покупки с Авито. Горош, ну, зачем тебе пленочка? Не важно. Я сумела семейный бюджет экономить и при этом познакомиться с какими-то новыми историями тоже смогу. Все. Всем пока. До следующих встреч. До новых встреч. До встречи. До встречи. До встречи. Продолжение следует...